Пётр Миронович Светкин награждён орденом Отечественной войны второй степени, медалями за победу над Германией, за победу над Японией. Участвовал в боевых действиях на Дальнем Востоке, где был тяжело ранен, но остался жив. В военное время с 1943 года был рабочим на военном заводе в городе Саратове. В 1944 году его призвали в состав 203-го отдельного танкового полка прорыва 33-й армии. Получили 34-ки и поехали на Восток освобождать Китайскую народную республику от японских империалистов. Я там воевал, закончили мы под Харбином, когда капитуляция была. В Брест Пётр Миронович приехал по приглашению брата, работал старшим инженером-механиком Межрайторга, после директором Брестской автобазы номер 26. Даже сейчас помнит, каким был город и как его отстраивали буквально по кирпичикам. Работали люди, строили, благоустроили после разрушения, после этих немецких захватчиков. И посмотрите сейчас, какой город. Я уже 73-й год здесь. И вот в 50-м году мне пришлось по болезни попасть на 9-й этаж в больницу и посмотреть на этот Брест, вечерний Брест. Я просто удивился, товарищи, это же такие здания, церковь напротив. Это как раз у меня окно было к московской стороне. Я смотрел вокруг Бреста, и несколько часов я вечерами все время смотрел на этот Брест. Здесь же встретилась свою любовь. С Алла Александровна и душа в душе живут уже 72 года. При воспоминании о том времени невозможно сдержать эмоции. Училась на пекаря, чтобы можно было выпекать хлеб. Здесь некому было. Нас техником ускорили и закончили. Я приехала сюда в Брест помогать, выпекать хлеб, потому что людям нечего было кушать. И некому было выпекать. Поэтому я приехала и жила просто на чердаке этой пекарни, которая выпекала хлебогулочное зелье. И я был специалист в 19 лет. Мой папа погиб. Не дожил до окончания войны. Три месяца. И похоронен на территории бывшей Германии. Всех тех ветеранов, которые по состоянию здоровья не могут сами прийти в крепость, посещают представители Совета ветеранов. Мы с вами разговаривали, Петр Миронович, и вы сказали, что у вас в семье есть советские монетки. И вы своей семьей хотите поучаствовать в этой акции. Поэтому мы персонально к вам приехали с нашим небольшим коробочкой, в которой, видите, уже есть монетки, которые мы собираем. Когда мы наполним эту коробочку, мы едем в крепость, высопим там, в эту большую такую урну, где находятся монетки. Петр Миронович и Алла Александровна ведут активную общественную жизнь. Но возраст и здоровье не всегда позволяют выбраться далеко от дома. Поэтому, когда узнали, что можно присоединиться к памятной акции по созданию всенародного монумента, сразу же откликнулись. Очень благодарны вам за то, что вы откликнулись. Я знала об этой акции, которая собирает советские монеты, чтобы сделать всплав в знак благодарности поколениям, которое пережило эти трудные и защитило нашу любимую, мою Беларусь. В Совете ветеранов Ленинского района Бреста 107 первичных организаций. Импровизированные копилки установлены в каждой. Всего же на учете состоят 14 315 ветеранов труда. Из них 53 ветерана Великой Отечественной войны и приравненные к ним. Наши ветераны очень активно ведут общественную жизнь. И очень много звонков от наших ветеранов, которые сказали, что по состоянию здоровья, по отдаленности, потому что этот ящик для сбора монет установлен в крепости. Мы не все можем туда добраться. Мы поддержали инициативу наших ветеранов труда и, в частности, ветеранов-участников Великой Отечественной войны, которые изъявили желание поделиться своими монетками и принять посильное участие в сборе этих советских монеток. Все собранные монеты привозят в крепость специальную копилку, установленную в мемориале. Они войдут в сплав памятного знака «Живая память благодарных поколений». Он представляет собой фронтовой треугольник, как дань памяти героическому прошлому поколению, и бронзовое дерево – символ жизни и долголетия. Монумент уже установлен в Минске. В Бресте его планируют открыть ко дню освобождения 28 июля. Еще один памятный знак появится в Москве. Акция реализуется в рамках проекта благотворительного фонда «Паралимпийца Алексея Талая».